МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит, совершился террористический акт в России. От национальной группы, которая поддерживает украинские движения. Они заходят в концертный зал. Сегодня данные получил из России на Телеграме, что металлоискательные, вот эти приборы и охраны не было. Ой, какое совпадение! Какое совпадение, ребята! И вы знаете, очень интересно, что если бы настоящие были террористы, которые ненавидят русских, по-моему, более логично было бы проехаться на машине с липовыми номерами и просто автоматом перестрелять. Из одной остановки на другую остановку можно было бы убить человек 150-200. Но почему-то они решили зайти в зал. Сами подумайте, почему в зал? Это как раз дает правительству на будущее все права, в кавычках, проверять людей везде. В магазинах, в туалетах, в метро, на концертных залах, на стадионах. Поздравляю, россияне, которые поддерживают Путина! Вы уже живете в диктатуре. Сейчас скоро проведут законы, где поставят биометрические камеры, которые лица будут опознавать в общественных местах в России. Вам будет жопа! Вы не можете даже пачку масла купить без этих проверок. Запомните! Потому что, еще раз повторяю, если кто-то ненавидит, допустим, русских, хочет массово их истребить, проезжают на машине и стреляют всех. Людей в Москве на тротуарах очень много. От одной остановки до другой. Если пускать автоматную очередь, можно очень большое количество людей угробить. Но нет. Они решили зайти именно на концерт. Опять-таки, там, где люди собираются. Если кто-то еще не понял, кто за этим стоит... Да, еще хочу заметить. Западная пресса нам говорит, какой плохой Путин. Правильно? Правильно. А теперь я вам гарантирую, ни одно западное СМИ, CNN, MSNBC, NBC, BBC, Fox News, ни один из них не скажет, что, а может быть, за этим стоит правительство России. Ни один из них об этом говорить не будет. И это пусть будет для вас еще одним доказательством, что это все сделано по договору. Сценарий один. Посмотрите, сколько в Америке все это было. Помните, как в Америке все это было? Когда углубляешься, видишь, кто за этим стоит. Израиль тоже самое. Амаз каким-то образом прошел, каким-то мистическим образом, границы Израиля. Мы уже знаем свидетельствия, что границы были открыты, и началось то, что началось. Нужно смотреть, кто от этого выигрывает. Сейчас путинская власть, сионистская, захватит огромную власть. Свободы российских граждан будут уничтожены. Как правило, опять, всегда в выигрыше будет криминальная власть. Сейчас пойдут новые законы, всех будут проверять, будут устанавливать face recognition камеры, то есть опознавательные лица камеры. И везде всех будут шмонать и проверять. Это ведет только и только к этому. Никаких нахрен террористов нигде. Самих по себе нету. Еще раз говорю, если бы они были, на машине можно было ехать без остановки и стрелять во всех и во все. Жертв было бы больше. Но так как это произошло именно на стадионе, где секьюрити охраны не было, это точные данные, я уже 4 часа был на Телеграме. Заходите на мой Телеграм, очень информативно. Это позволили, чтобы случилось. Позволили. Стреляющие, я видел видео, профессионалы, военная подготовка у них. Это было сделано не просто так. Если в Америке это делают, чтобы отнять у нас оружие и также провести законы, чтобы нас шмонать и везде за нами, значит, слежку ввести, то в России сейчас будет ограничение на интернет тот же, потому что официальные кремлевские криминальные власти заявили, что нашли их переписку. Вы понимаете, переписку. То есть эти люди переписывались, они не смогли созвониться или просто встретиться. Они переписывались подробно, переписывались о чем, что они собирают делать. И потом как уже нашли. Потом это нашли. Это то же самое, что в сентябре 11-е записку нашли так называемого Хайджакра, который самолет украл, где он писал своей матери, что мы будем неверных наказывать. Мамджан, извини, мне надо поехать в рай, короче. Удобные записки, удобные переписки нашли. Переписки они сейчас нашли. Так что будьте готовы, граждане России, что за вашим интернетом будет официальная слежка. Вы потеряете очень много своих гражданских свобод. Вот и дождались. Тем, кому я говорил, валите из России, кто мог не хотел, кто не верил, сейчас поверит, а может и не поверит. Не знаю, на сколько уровень смекалки у людей развит. Могу сказать только одно. Что? Что? Без тени сомнений. Подробностей пока мало. Без тени сомнений. Я вам говорю, за этим стоит, вы сами понимаете, кто. Тот, кто выигрывает в этой ситуации, а выигрывает только власть. У них будет огромная власть. Люди сразу от страха сдадут свои права правительству под эгидой защиты своих безопасностей и так далее и подобное. Знакомый старый инструмент, который применяется повсюду, по всему миру. В Англии, в США многократно, во всех странах. Еще ни разу не было ни одного исключения, послушайте меня, ни одного исключения, и на самом деле вот они вот решили вот это сделать. Пока что исключений в мировой истории не было. И естественно, вы понимаете, что это не может быть исключением. Тогда как Путин теряет свою популярность, когда всем затыкают рты. И самое главное доказательство, что они вместе с Западом во всем этом глобалисты, в том, что, послушайте, я сейчас это говорю, это так и будет. Я не самый умный, но это я вам точно говорю. Ни одна американская, английская, европейская медиа, пресса, журналисты не будут под вопрос ставить эту перестеку. Они официальную версию Кремля, что это сделали украинские всякие там радикалы, что да, мол, типа, есть такие группы, но это ни о чем не говорит. Никто из них, запомните, никто из западной прессы не будет говорить то, что я сейчас говорю и многие другие блогеры будут говорить. Это сделано руками властей. Запомните это. Чем дальше, тем больше будет доказательств на это. Но сейчас мы имеем то, что охраны там не существовало. Хотя металлоискатели на этом концертном зале всегда были. Это уже проверено. Теперь, еще раз говорю, если бы на самом деле были бы какие-то люди с плохими мыслями, ненавидели бы русских и так далее и тому подобное, привет, Нарджан, они проехались бы машиной и из машины обстреляли бы очень много людей. Но тут именно это произошло в общественном месте, что означает, правительство будет проводить законы шмонать общественные места. Если бы это произошло бы из автомобиля, то провести закон, чтобы проверять тебя в кинотеатре или в магазине было бы очень сложно. А так люди уже готовы. Сейчас ждите страшных законов, проведения страшных законов в России. Запомните это видео, распространите и вы прекрасно понимаете, что это так и есть. Выигрыш, выигрывающая сторона, бенефишери в этой ситуации является только и только правительство. ни какие-то украинские радикалы, ни какие-то там не знаю кто, это все чушь собачая для маленьких детей, которым надо подгузники менять. Вот и все. Я долго не делал лайф, потому что, ну, что об одном том же говорить, экономический форум, шва бы, т.д. и т.п. Смысла не было. Но сейчас самое время сделать лайф. Если бы я сейчас жил бы в России, я бы не рискнул сделать такую передачу. Это я вам гарантирую. просто не рискнул бы сделать такое видео. Вот. И сейчас начинаются очень интересные события. Они будут разворачиваться у вас на глазах. Вот как мы сейчас говорим, значит, ждите очень плохих законопроектов. Очень плохих законопроектов. Ждите их. Они уже в разработке, заранее уже написаны, сейчас будут их проводить, потому что в стране происходит хаос. Мы в войне, там террористы на нас нападают, бедные 40 человек, которые умерли. Мы должны что-то сделать. 100 человек, значит, раненых. Это все очередной сатанистический театр глобалистов, пидорастов, которые вот так вот играются со всеми людьми во всех странах с сценарядами. Тот же. И Запад ни слова, запомните, ни слова не будет говорить, что по-моему это сделал Путин. Он же диктатор, он же фашист, он плохой. Вот видите, что он сделал со своим народом? Сейчас я вам гарантирую, послушайте внимательно, ничего этого западная пресса говорить не будет. Запомните, ничего не будет говорить. Это под вопрос не будет ставиться. Потому что они все вместе, это их методика, это их методика. Они так зарабатывают себе власть и увеличивают себе увеличивают размер своей власти и устанавливают диктатуру под эгидой защиты своих бедных граждан. Это настолько сфабриковано, это настолько явно, что ни у кого не должно возникнуть даже сомнений, что это сделали они. Как раз на руку, как раз выгодный момент. Все совпадает на руку негодяям, которые рулят государством и не только одним, а государствами, правительствами почти во всех подавляющих странах мира, подавляющее количество стран мира. Вот так вот, мои дорогие, началось. Мечтали о Советском Союзе? Мечтали о Сталине? О закрытых границах и о слежке и так далее и тому подобное? Получите, родные. Те, кто мечтали, вы их получите. Просто вы настолько будете непонимающими и азомбль, зомбицефированными, вы даже не поймете, к чему это все ведется. Некоторые будут радоваться, что вот, строгость, наконец, мне скрывать нечего, пусть меня проверяют, да пусть границы вообще закроют этот гнилой запад. Вот, доигрались, доигрались. Вот сейчас вот идет вот именно этот процесс. Это был большой прыжок, даже не шаг, в сторону уничтожения остатков хоть каких-то свобод граждан России. Это очень плохо, очень плохо, то, что произошло. И с позиции, значит, жертв людей, невинных, я видел кадры очень жестоко, хладнокровно расстреливают людей, и, естественно, с последствиями, которые будут навязаны, как железными нарушниками, затянутые на вашу шею тех законов, которые сейчас будут готовиться в России. И это произойдет. К сожалению, мразь, которую выбрали опять во власть, и вся эта шайка, как и во всех большинстве стран, делает свое дело. И я оптимист, я надеюсь, что всему этому когда-то придет конец, но пока что вот мы имеем то, что имеем. А имеем и очень плохая новость. Мои, значит, друзья, которые живут в России, понимающие люди, очень много деталей дали, я должен перепроверить, еще углубиться, немножко времени нужно, но в общей сложности картина вот такая, что это все сделано для того, чтобы были, значит, большие перемены в искоренении, в уничтожении, можно сказать, остаток каких-то прав граждан этой страны. Полицейские государства уже строятся, как мы сейчас, вот, as we speak говорят по-английски, в то время, как мы разговариваем, уже началось. За очень короткое время будут огромные документы подписаны, законопроекты по 500-600 страниц. Оказывается, они уже были заранее написаны, и как всегда работает сценарий один и тот же. Так что, граждане России, готовьтесь к самым худшим жестким законам в стране. Это не паника, это уже было, мы это проходили, в Америке был петчерат акт и так далее, и тому подобное, это не первый раз. Так что, будет интернет под угрозой, свобода слова, свобода передвижения, и биометрика, и камеры, которые опознают лица. Вот столько пока что точно, могу сказать. Дальше еще что будет, не знаем. Поэтому, надо распространять информацию везде, ни в коем случае не надо попадаться на их дешевую пропаганду, что это какие-то украинцы сделали, это все они вместе, и так, и так, все они вместе, и даже больше скажу. Зеленский не будет говорить о том, что Путин взял сваливать на какую-то группу, потому что это была запрещенная организация в России, то есть Зеленскому говорить-то и не нужно. Там красиво, что это сценарий такой, что это российская запрещенная организация, которая это сделала. И Зеленский поэтому может молчать, потому что на него не сваливают. Смотрите, как технично это сделали. На Зеленского не сваливают, на каких-то групп сваливают. Поэтому даже от слов Зеленского, якобы врага Путина, вы не услышите то, что вы сейчас слышите от меня. Не услышите, не бывать этому. Этот вопрос кто это сделал не будет подниматься. Вот это официальная версия, что вот эта какая-то группа сделала сама по себе, эта версия останется надолго, навсегда. Вот вам еще доказательства, что эти мрази все вместе. И сценарий один и тот же, и разоблачать друг друга не будут, и все это вот так вот пойдет по плану, который нужен новому мировому порядку. Новому мировому порядку нужен супер супер правительство, супер государство, которое имеет супер власть, супер слежку, супер технологии. Вот, поэтому будьте очень осторожны, кто может из России уезжать, уезжайте. Конечно, не в Европу, думаю, самая лучшая альтернатива это латиноамериканские страны, но это каждому самому решать. Кто не уезжать, не может, не хочет, готовьтесь к другому формату власти. Ваше общение с властью сейчас будет на другом уровне. это не говорят, что ингуши сделали. Заявили уже, что это организация, называется народная, там что-то в общем не важно. И якобы это украинские экстремисты какие-то, которые в России, русские националисты, которые симпатизируют значит украине. Ингуши нафиг не нужны. теперь вот такая вот ситуация. Поэтому долго об этом говорить тоже не хочу же смысла нет. Все, что нужно было сказал, внимательно следите за событиями и буквально на днях будут законопроекты от которых мало не покажется. Просто мало не покажется то, что будет скоро. Мало не покажется. Самое главное сейчас увидите тотальный контроль. вот это самое главное. В этом и была вся цель. Тотальный контроль. Это не имеет никакого отношения к войне. 22 марта день 40 симпатийских жертв. Тоже совпадение цифровые. Об этом тоже можно долго говорить. Но сейчас в это я вдаваться не буду. Прогугольте цифру 40 и увидите сколько сакральных значений имеет цифры 40. вот очень много чего можно об этом говорить. бесконечно об этом говорить. Но вот ждите вот такие вещи и будьте готовы к тому что будет очень неприятные будут очень и очень неприятные события. Не важно это кто что они говорят по национальности ингушилии украинцы это неважно тут цель в том чтобы вас сейчас полностью закабалили в тиранию complete tyranny это будет тираническая система которая будет за вами следить я прочитал официальные данные ничего про ингушек пока что не прочитал называется русская национальная какая-то группа которая значит типа поддерживает украинские движения официально это было так сейчас не знаю что поменяли что сказали кого еще чего это не важно абсолютно не важно может марсиан еще тоже не важно самое главное понимать зачем это было сделано и кто за этим стоит вот это самое главное а в деталях потом разберемся ну вот так на этом хочу закончить лайф распространяйте видео это очень важно это очень плохо то что произошло потому что за этим будут следовать определенные законопроекты от которых будут страдать граждане россии обязательно по другому никак это не делается просто так такие вещи не делаются вот это самое огорчающее и увидите что западная пресса не будет задавать никаких вопросов что может быть это сделали власти а тут что-то не то тут охраны не было они как-то пришли сделали скрылись что это такое сколько минут это длилось почему не было полиции почему не было этого пятого десятого эти вопросы не будут задаваться ни в коем случае не будут задаваться запомните то что я вам сказал ни со стороны западной прессы естественно и не кремлевской пропаганды это понятно и так и так ну вот поэтому надо понимать как работает какой инструмент используется манипуляции населения под диктатуру и поэтому надо всем распространять идею правду о том кто за этим стоит и зачем это делаете пока люди не поймут кто их враг а врага избавиться невозможно потому что враг там тебе говорят иди вон туда там враг а он там иди вон туда это будет продолжаться вечно пока люди не поймут что во главе у правительства сидят преступники конкретные преступники конкретные преступники других слов нету маньяки преступники наркоманы и так далее и тому подобное вот так вот оно все работает люди которые способны были устраивать войны колоть своих граждан смертельным ядом ограничивать свободу передвижения своих граждан взамен предлагая только лишь ограничение любой проблема любая проблема заканчивается предложением насильственным ограничений больше ничем уже пора было исходя из всего этого многим людям понять кто руководит парадом пока что но кто руководит парадом ну хочу видео закончить мне надо идти работать делами заниматься вот поэтому давайте не переставать вороте распространять правду давайте следить что будет дальше ну все пока дорогие мои вот спрашивали почему долго видео не делал вот потому что было нечего говорить сейчас есть рассказать вышел и сделаю как всегда в точку как всегда логично а больше доказательств будет потом потом больше закопаемся докопаемся и больше будет фактов они обязательно будут потому что по другому никак не бывает никто не идет никого просто так нигде в стадионах не стреляет еще раз говорю подумайте если кто-то ингуш чечен марсианин украинец ненавидел русских самый простой и легкий метод на машине ехать из окна перестрелять 200-300 человек и скрыться двигающуюся машину невозможно поймать тем более с липовыми номерами а заходить на концертный зал или в какой-то зал или на стадион делать это все в закрытом помещении это рискованно только в том случае это не рискованно когда это согласовано с властями и когда это делается в общественных местах в местах это стопроцентная гарантия для правительства контролировать ваше свободное хождение в публичных местах магазины стадионы а если на машине проехали сделали автомобильные движения же невозможно контролировать не могут закон снять такой ну подумайте над этим тоже все пока дорогие мои когда я выпускал это видео еще не было информации сейчас к вечеру уже появилась новая вторая была что якобы это ИГИЛ а теперь получается что какие-то мигранты интересно меняются истории вот так вот просто хочу это добавить и еще то что Соединенные Штаты Америки предупреждали Россию якобы своего соперника о том что готовится такое нападение но Россия пренебрегла то же самое что я помню сентябрь 11 якобы российские власти предупреждали Америку что Алк-Айда будет нападать а мы знаем что Алк-Айда не нападала то есть поддержали друг друга в своих фейковых теориях дальше будет еще более интересно все ребята пока будем следить сентябрь